Дальше, критерии создания, то, что мы говорим, единица оборудования, объект ремонта, очень часто возникает такой вопрос достаточно конкретный. Что же это такое? Для себя мы вырабатываем постепенно такие, которые мы решаем, кто это единица оборудования, либо нет. Первый критерий обычно – этот объект, у него есть отдельный лентарный номер, соответственно, с этой точки зрения мы должны его создать как объект ремонта, чтобы была интеграция с основными средствами. Второй по важности критерий – это объект является объектом надзора, технического, либо внешнего рода технодзора, либо своего. То есть, опять-таки, для ведения истории работ по надзору в базе данных должен быть признак, что этот объект является объектом технодзора. Третий критерий – это на этот объект существует отдельный план-график ТАИР, то есть именно в составе цеха, а именно как отдельный объект учета для формирования планов графиков ТАИР. То есть есть своя периодичность работы, даже последнее выполнение. Следующий критерий – это на эту единицу, которой мы решаем, что это объект, единица оборудования, либо нет, ведется отдельный учет ремонт на заказах. Это понятно, да, то есть персонифицированный учет истории работы. А следующий критерий – это тоже очень важно, это история перемещения. То есть все объекты, которые вы планируете отслеживать в своей базе данных о СУТАИР по перемещениям, они должны, соответственно, быть описаны как единица оборудования, с тем, чтобы по ней велась история перемещения. Очень важный момент – это учет наработки техсостояния. То есть если вы хотите в будущем ввести информацию по состоянию оборудования, вам детализация насоса, она как-то не очень дает информацию для основы для учета. Ну и последний, это все-таки, ну не последний, один из критериев – это отдельный учет затрат на этот объект, то есть течение экономики. Субтитры создавал DimaTorzok